Сегодня день воссоединения Донецкой и Луганской народной республик Запорожской и Херсонской областей с Россией. Его впервые отметили в 2023 году. Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года договоров президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о включении новых территорий в состав России. Она была установлена в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России. Сотрудники ФСБ пресекли подготовку серии диверсий в Ингушетии. Восемь местных жителей занимались подготовкой нападений на правоохранителей и диверсий на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности. Оперативные мероприятия прошли в Магасе и Назране. При задержании один из преступников оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения. Остальные арестованы, говорится в сообщении ведомства. Также при обысках по адресам задержанных и в их схронах правоохранители нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. А также гранатомет, 11 гранат с запалами, 9 пистолетов, 5 автоматов, более 8,5 тысяч патронов разного калибра и электронные средства связи, в которых хранились наставления по ведению боевых действий и инструкции по изготовлению СВУ и зажигательных устройств. Следственный отдел управления ФСБ России по республике Ингушетия возбудил уголовное дело по части 1, части 30, пункта А, части 2, статьи 281, части 3, статьи 222 и части 3, статьи 222.1. Идет расследование. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом соответственно 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП, сообщила пресс-служба Кабмина. Согласно внесенному законопроекту, в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении на 11,6% по сравнению с 2024 годом с 36 триллионов 100 миллиардов до 40 триллионов 300 миллиардов рублей. В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета. Призывники, которые в ходе осенней призывной кампании будут не согласны с решениями комиссии, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе онлайн через портал госуслуги. Осенний призыв начнется 1 октября и завершится 31 декабря. Кроме того, делать это можно будет через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме, на бумажном носителе или личном приеме гражданина. Средства на модернизацию первичного звена и систему дистанционного мониторинга здоровья заложены в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц. Создана система дистанционного мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения, сообщила пресс-служба Минфина. Рособорнадзор готов подключиться к решению вопроса об окладах педагогов. Ранее сообщалось, что профсоюз работников системы образования «Учитель» готовит обращение в Рособорнадзор по вопросу занижения окладов педагогов ниже уровнем РОТ при добавлении доплат и выплат за дополнительную работу. Ведомстве уточнили, что трудовые отношения, в том числе урегулирование финансовых вопросов, компетенция Федеральной службы по труду и занятости и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В то же время в Рособорнадзоре заверили, что служба готова подключиться к решению сложившейся ситуации, если получит обращение. Ведомство готово оперативно проинформировать региональные органы управления образованием и прокуратурой. На оклады учителей должно идти не менее 70% школьного фонда оплаты труда. Об этом на Общероссийском родительском собрании в середине сентября заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В Госдуму внесут законопроект, разрешающий передавать пенсионные баллы родителям. Будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год по одному баллу каждому родителю, либо два балла единственному родителю. В настоящее время для получения страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Размер пенсии напрямую зависит от количества баллов. В случае принятия законопроекта переданные детьми баллы позволят родителям раньше выйти на пенсию и увеличить размер выплаты. Продолжение следует...